Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале Цветочные джунгли от блондинки. И я хочу рассказать о самых важных моментах в жизни лилии. Что нужно делать, чтобы лилии из одной луковицы нарастало две, чтобы они очень хорошо цвели. Потому что, когда рассказывают об уходе за лилиями, акцент делают на совершенно необязательных моментах. То есть на том, что не нужно. Вообще 90% работы в саду они не нужны. А вот на очень важных моментах внимания никто не заостряет. И в результате на важное внимание не обращают, а на второстепенное обязательно обращают. Вот смотрите, у меня здесь была одна луковица. А в этом году их уже две. И они шикарно цветут. Почему? Потому что, сейчас рассказываю, как только луковицы отцветают, у них обязательно нужно вот так отрезать отцвёвшие цветочки. Но ни в коем случае нельзя отрезать вот этот стебель, который после того, когда лилии отцветут, может кому-то показаться некрасивым. Вот люди могут посчитать, ой, что это такое торчит зелёное, зачем оно нужно? Лилия уже отцвела, давайте мы его отрежем. Это делать ни в коем случае нельзя. А вот обрезать как можно выше цветочки нужно обязательно и у лилии, и у тюльпанов. Но чем выше вы оставите вот этот стебель, тем больше вырастет луковица. Его нельзя укорачивать ни в два раза, ни в три раза. А вот эти цветочки буквально под... ну вот, вот так вот отрезать, когда они отцветут. Вот этот момент очень важный. Он простой, но почему-то на эти вещи никто не обращает внимания. И ещё. До цветения луковица особо в поливе не нуждается, хотя в этом году были такие чудесные дожди. Вот. Но после цветения луковица начинает нарастать. И сейчас ужасная жара. И казалось бы, вот они отцветут. И зачем их поливать? Уже всё самое интересное случилось. Но нет. Именно после того, когда они отцветут, их нужно добросовестно, не меньше, чем раз в неделю, а в жару и два раза в неделю поливать. Причём поливать так, чтобы земля была мокрая. Вот тогда луковицы повырастают. Они вообще не выносят замокания, поэтому не только их нужно поливать, нужно внимательно наблюдать, чтобы земля время от времени была сухой. Просто чтобы мокрая земля была. Это недопустимо. Луковицы в болоте жить не могут. Они сгниют. Продолжают цвести лилийники. Хоть у меня они и очень слабенько цветут, я их пересаживала совсем недавно. Вот. И здесь получается вот сколько цветочков, столько дней он и будет цвести. Потому что он цветёт только один день. Цветочек. Здесь ещё вот такой лилийничек. Это у меня самые надёжные. Вот эти лилии, видите, тут уже была одна луковица, а уже их три. Это очень приятно. Продолжает цвести вот такая новенькая красоточка. А вот эти очень необычные всё ещё держат интригу. Как же они распустятся и когда? Что-то это очень долго происходит. Тем временем зацветает лилия шехерезада. Она очень красивая. Вот ещё какое-то чудо необычное распускается. Вот здесь красота какая у меня цветёт. Продолжает цвести, како лето. И вот ещё очень важный момент в жизни лилии. Вот здесь отцвёл ноябрьский дождь у меня. И видите, он всё время такой у меня был наклонённый. То есть он как бы такой... Ну, вот видите, как галета. Вот они стоят и не падают. А вот эти они у меня как бы наклонились. Так же, как и вот эти лилии. Вот видите, вот здесь наклонилась. Вот у всего этого есть очень простая причина. Здесь я не поленилась закопать их на хорошую глубину. Сантиметров 20-25. А вот здесь я, очевидно, их очень мелко посадила. То есть если лилии посадить мелко, они будут наклоняться и падать. Это не годится. Иногда лилии, может быть, даже нужно сажать как бы на вырост. Потому что иногда луковицы приходят маленькие. Посмотрите, какие у них огромные цветы. Вот это ещё как-то держится. А вот, кстати, мой вчерашний лилейничек, который я купила, зацвёл. Я покупала, его отделяли от махрового такого вот. Но он не махровый у меня. Очень похож по цвету на те, которые у меня есть. Но вот я так всё время покупаю. Ну, ещё раз повторю. После цветения нужно отрезать только от цветочки. Вот как здесь я отрезала. Ни в коем случае не весь стебель. И ни в коем случае его не укорачивать. Сажать нужно поглубже. Сантиметров 20-25. Потому что они громаднейшие. Эти лилии, цветы очень огромные, тяжёлые. Сажать в песок золой. После того, когда они отцвели, обязательно раз в неделю поливать. И ни в коем случае не устраивать болото. Потому что они сгниют. И вот какая красоточка зацвела. Просто фантастическая. С такими полосками. Кремово-жёлто-зелёными посредине. Огромная. Просто огромнейшая. Вот такой чудесный лилийничек у меня цветёт. Но я когда снимаю, здесь просто солнце. Самый разгар. И вот здесь тоже самый-самый разгар. Солнце, когда я снимаю. Вот сколько они уже цветут. Эти лилии шикарнейшие. Огромнейшие. А ещё у меня зацвела розочка Майн Мюнхен. Розочки у меня молодые. Я рада каждому цветочку. У меня так плохо розы цветут в этом году. Поэтому вот Майн Мюнхен очень радует. А вот ещё какое чудо у меня зацвело. Это, наверное, Анастасия.